водный баланс в принципе актуален для любого человека например если вы зимой и осенью пьете литр воды то летом увеличивайте его примерно до двух литров потому что летом у нас более активно работает сердцебиение также мы очень активно потеем и теряем воду и чтобы не наступило обезвоживание нам необходимо восполнить этот баланс правильной чистой водой воду как ни странно не стоит пить очень холодную она наоборот не принесет пользу нашему организму воду нужно пить комнатной температуры либо немножко теплую не стоит пить такие напитки как кока-кола сладкие газированные напитки алкоголь кофе это все задерживает воду и может вызвать отеки регулируется потребление воды примерно в среднем до трех литров но тут все строго индивидуально зависит от вашего веса возраста и вашей активности и противопоказаний если есть какие-то проблемы с почками либо отеки не стоит пить большое количество воды за один прием то есть нужно его разделять и в течение дня просто может быть даже поставите на какую-то напоминалку на телефон которая будет каждый час сигнализирует что нужно попить воды также очень хорошо работает если вы берете с собой какой-то термо кружку термо стакан в которую наливаете воду возможно вы кладете ту а лимон либо мяту и пьете в течение дня она все время рядом с вами вам не нужно искать воду где ее купить это очень хорошо стимулирует употреблять должное количество воды нет разное нет у них у всех все равно это индивидуально но не то чтобы с врачом здесь надо смотреть на индивидуальность то есть если вы например пьете один стакан но это однозначно этого мало то есть вы попробуйте уберите остальные напитки своего рациона то же самое кофе соки там какие-то молочные сладкие коктейли замените все это на воду и тогда возможно у вас будет полтора литра чистой воды и вы намного лучше себя будете чувствовать выпивая эту дозу они они пить вот эти вот продукты которые наоборот вызывают больше отеков давайте сначала поговорим о том если вес встал это достаточно распространенная проблема в диетологии мы это называем режим плата он наступает практически у каждого человека и он может длиться от трех до семи дней и также несколько месяцев так как мы меняем режим питания на диете организм таким образом нам показывать что ему немного некомфортно он не чувствует стресс соответственно нужно что-то менять причины почему наступает плата может быть на самом деле несколько ну например самое распространенное вы выбрали слишком жесткую диету которая очень сильно ограничивает калории и этого организма просто не хватает и он стал в такую стрессовую ситуацию когда он просто не хочет терять полезные витамины и микроэлементы и поэтому вес не уходит это очень часто бывает то есть что нужно делать нужно поменять режим питания взять свою норму калорийности которая рассчитывается из возраста веса и роста вашего индивидуально и соответственно своих калорий употреблять в пищу возможно нужно поменять количество питания то есть вести дробное питание есть небольшими порциями но 5-6 раз в сутки это тоже очень хорошо помогает разогнать метаболизм и снять режим вот этот плата потом плата может наступать из-за того что вы пьете недостаточное количество воды водный баланс очень важно в процессе метаболизма у полных людей уже он понятно что он в принципе снижен метаболизм поэтому нужно разгонять и разгонять необходимо только чистой водой то есть убрать все продукты которые могут задерживать воду и вести свой рацион просто чистая вода например с лимоном либо с огурцом либо с мятой просто вот потом режим плата может наступать если вы достаточно сильно углубленно начали заниматься спортом то есть сделали нагрузки которые не дают вашему организму отдыхать то есть вы каждый день занимаетесь усиленно этого тоже не стоит делать нужно физическую нагрузку дозировать постепенно и давать своему организму отдыхать либо это наоборот может наступить из-за того что у вас наоборот очень мало активности вы ведете сидячий образ жизни ну никак не двигаетесь вы ездите постоянно на машине нигде не ходите пешком здесь нужно тогда вести хотя бы просто проходить 10 тысяч шагов в сутки возможно больше времени проводить активного на свежем воздухе и заняться какими-то легкими даже для начала физическими нагрузками может быть даже будут просто танцы или право плавание в бассейне еще очень сильно влияет на снижение веса это стрессовые ситуации либо недосыпание очень важно что в момент диеты или вашего смены питания вы достаточно нормально психологически себя чувствовали для этого можно использовать например медитации либо практики дыхания то что вам больше подходит это достаточно хорошо нейтрализует психологическую вашу деятельность неврологическую и вы более спокойно будете себя чувствовать также необходимо высыпаться спать хотя бы 7-8 часов в сутки обязательно чтобы организм ночью отдыхал естественно наша жизнь наш организм наше состояние зависит от наших генов она все передается по наследству но нету такого гена ожирения есть предрасположенность к лишнему весу но с ней можно и нужно бороться обязательно если мы будем сидеть и ничего не делать то естественно мы наберем большое количество лишнего веса и получим не только как бы внешне косметологический какой-то косметический дефект да и плюсы и проблемы со здоровьем такие как очень часто у людей с ожирением это нарушение уровня глюкозы в крови это сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания заболевания порно-двигательного аппарата и также это может быть риски появления онкологических заболеваний поэтому ожирение очень опасно и стоит внимательно к этому делу подходить если же все-таки вы видите даже не пройдя генетический тест что ваши родители ваши родственники они более полные да то скорее всего у вас тоже есть этот ген предрасположенность к лишнему весу и стоит немного пересмотреть свои привычки так как ожирение по большому счету это многофакторное заболевание но зависит от генетики но наверное всего лишь процентов на 20 большую часть зависимость это ваш режим дня ваш рацион питания ваши пищевые привычки ваша физическая активность на это влияют по большей части вот поэтому стоит их пересмотреть если например у вас семье положено что вы едите очень поздно ужинаете да например стоит пересмотреть и ужин переложить на раньше по времени например у вас принято в семье по выходным там выпекать какие-то торты и булочки кондитерские изделия стоит тоже пересмотреть и убрать эту привычку из своего рациона если у вас уже есть предрасположенность к этому стоит подходить очень серьезно и не стоит рассчитывать да на свою генетику потому что уже есть какие-то отклонения есть уже лишний вес у ваших родителей ну и также нужно конечно же больше активны быть более активным я не не скажу что нужно профессионально как-то заниматься там спортом и измождать себя в зале но хотя бы просто больше ходить больше двигаться и ну например это сейчас очень модно интересно это заниматься например теннисом плавание йогой медитация пилатес просто даже зарядка с утра это только положительно скажется на вашем здоровье и внешнем виде менты мама тоже полная и пока я там не в ней приехала там свою семью тоже были какие-то определенные привычки из-за которых у меня было там складывался лишний вес когда я переехала уже я поменяла привычки свои более узнала о правильном питании я это не это там не ем там например кофе не пью чай не пью не покупаю белый хлеб там домой то есть это все как скажем так пищевые привычки которые нужно изменить и если как бы мы не будем их менять но ничего не изменится невозможно поменять ген невозможно пока такого еще не придумали залезть там днк и что-то изменить и чтобы ты стал сразу худым волшебных таблеток не существует конечно начать с элементарного постепенно меняться меняться и возможно в семье тоже изменится какое-то отношение к этому к питанию то что в основном когда очень сильно зацикленное на питание то есть не постоянно готовят обеды постоянно какие-то огромные там ужин по пять по шесть блюд это все негативно влияет то есть ребенок все это видит он видит как родители едят они не следят за своим питанием соответственно он начинает есть тоже все подряд а фактически может ему и не хочется и нету чувства голода а все это стимулирует эти запахи различные да это что другие едят и поэтому ребенок тоже чаще в той семье где родители полные тоже склонен к полноте удачусь ausgeи удачусь г